Всем привет, с вами Ванок и сегодня я решил сделать сравнение двух игр Goic Medieval от Foxy Voxel и Noble Fates от Hobbermon. Это далеко не первое в истории гастроения симулятора общины, похожие на RimWorld, но эти две игры объединяет один нюанс. Все они сделаны в полноценном 3D, что выгодно их выделяет на фоне обычного классического RimWorld и его клонов. Таким образом, у нас здесь имеется довольно узкое направление симулятора община с своими нюансами и своими способами реализации, но довольно похожие по общим идеям. И эти две игры на самом деле можно вполне себе сравнить. Несмотря на то, что Goic Medieval вышел пораньше, у него было полгода фора, тем не менее, ну какая нам собственно разница. Мы-то сравниваем результат на данный момент времени, поэтому почему бы и нет. Итак, сначала об общих элементах. И в том и другом случае у нас имеется небольшая группка людей. У нас здесь нет возможности превратить ее во что-то гораздо большее, больше уровня Бенништ и тому подобного, но при этом при всем эти самые люди, они между собой взаимодействуют, они организовывают небольшую общинку и у них есть база на карте, которую мы застраиваем. В обеих случаях у нас не особенно большой кусок, доступный для застройки территории и мы можем основать собственный замок. Ну, понятное дело, что это произойдет далеко не сразу. Сначала будем развиваться с Азов и идти все дальше и дальше, становиться все сильнее и сильнее. К нам будут приходить все более и более сильные противники и таким образом мы будем и реализовывать потенциалы этих проектов с точки зрения их игрового процесса. В обоих случаях у нас также довольно простенькая боевая система. По сути, мы просто ставим своих солдат в режим сражения и направлять их в нужную точку, где они уже будут организовывать кучу малуз противников в ближнем бою или же, если у них луки, то, соответственно, поливать врагов издалека. Каких-то тактических маневров, построений и прочего здесь нет и в этом плане эти две игры максимально не проработаны. Ну и еще один общий элемент это, само собой, многоуровневая строительство. То есть здесь у нас есть несколько этажей условных, несколько естественных возвышенностей и низменностей и мы можем рыть туннели, можем строить многоэтажные крепости и таким образом реализовывать потенциал данные игры именно с точки зрения возможности сделать полноценную крепость, а не просто какой-то вид сверху в виде этакого сонного плана, как это было в Римворде. В принципе, с учетом того, что это еще и одинаковая концепция развития соофиса с узнаваемыми, опять же, из того же Римворде элементами, то в совокупности это делает обе игры довольно серьезно, похожими друг на друга, но тем не менее у них есть и свои отличительные черты. И как раз сейчас мы к ним и перейдем. Начнем мы с такого важного основополагающего элемента, как развитие персонажа. И тут сразу довольно значительные изменения, довольно значительные отличия, я бы сказала бы даже так. В Going Medieval это довольно стандартное развитие профессии по принципу, что делаешь, то растет. То есть, ходит ваш персонаж постоянно копать руду, то, соответственно, у него будет развиваться шахтерский навык. Машет он топором, то леснический и тому подобное. Прокачка идет по принципу столбика опыта, который заполняется и получается новый навык. Эти самые навыки влияют, в первую очередь, на возможность эффективнее и быстрее выполнять свои задачи и каких-то особенных основополагающих элементов игру процесса не несет. Это просто типичное развитие. Чем больше навык, тем лучше в этом деле человек себя показывает и тем важнее его ставить именно на эту профессию, а не на другие. Что касается Noble Face, там разработчики придумали другую систему, отличную от того, что мы видели и в Going Medieval, и в Reamworld подобных играх и тому подобное. Здесь у нас идет прокачка по уровням. Каждый персонаж имеет некие стартовые параметры, а повышаются они за счет повышения уровня. Уровень у нас складывается из общего опыта, который достигнут у этого персонажа, то есть делает он что угодно. Строчка этого самого уровня на общие статы персонажа растет. После заполнения он получает уровень, и в рамках этого уровня он может радовно повысить определенные профессии. Как я понимаю, шанс, что попадают именно эти профессии, зависят от их потенциала, то есть он там есть и выше, ниже стандартного, стандартный и так далее. Таким образом, как-то есть регуляция именно по части того, что если у тебя персонаж изначально имеет склонность к строительству, допустим, то у тебя соответственно его навыки именно в строительстве будут расти. Но с другой стороны, это означает и то, что действия, которые он совершает, по сути никакого значения не имеют. То есть есть у него определенный текущий уровень навыков, определенное количество очков профессии, и они, понятное дело, тоже влияют на его эффективность, и об этом мы еще чуть позже поговорим, не только на нее. Но при этом при всем на развитие все равно поделяется просто радовым повышением уровня, что, на мой взгляд, сделано хуже именно в этой части. При этом уровень этой самой профессии, Noble Fates еще и открывает возможности для дополнительных действий. Я даже сказал так, для расширенных действий. То есть, по сути, уровень профессии заменяет в этой игре древоисследований. Вместо того, чтобы открывать новые технологии, ты просто следишь за развитием своих персонажей, и высокоуровневые персонажи с высокими навыками просто сами открывают для тебя дополнительные действия. В это же время в Going Medieval, по сути, все открытия, все действия определяются исключительно древом исследования, и любой персонаж может делать любые действия, даже если у него навыка практически нет. Ну, понятное дело, что будет делать он их хуже, и, допустим, если ты пошлешь несъедающего в кузнечном деле товарища делать мечи, то они получатся максимально плохими. Но при этом, при всем, он их сможет все равно так или иначе делать. И за счет этого, кстати говоря, в Going Medieval древо технологии открывается гораздо быстрее, ты быстрее доходишь до конца этого самого древа, открывая все, что можно, и потом уже начинаешь, по крайней мере, в этом плане скучать. А вот в Noble Fates прокачка осуществляется дольше за счет таких вот хитростей с персонажами. Часто тебе приходится довольно долго ждать, или пока твой вырастет, или пока придет новый персонаж в твою общину с нужным навыком. Это вводит дополнительные элементы рандома, дополнительные усложнения. Кому-то это может понравиться, кому-то нет, но система действительно получилась оригинальная. И плюс, да, раз мы как раз заговорили о персонажах, нужно также отметить, что в Noble Fates у тебя есть довольно интересная система рекрутирования, основанная на принципе переговоров. Вообще, на самом деле, переговоры в Noble Fates, они составляют важную часть игрового процесса, и в том числе за счет них ты получаешь новых рекрутов в свою общину, в свой отряд. То есть приходят какие-то люди в качестве послов, в качестве торговцев, просто путники к тебе из других фракций забредают. Ты на них смотришь, общаешься с ними, повышаешь за счет диалога с ними отношения, и решаешь, может быть, он захочет остаться у нас, может быть, он нам подходит, и если подходит, ты ему предлагаешь, и если он соглашается, а соглашается он при хороших отношениях и при наличии должного уровня престижа у лидера твоей фракции, то он, соответственно, пополняет твои ряды. В Going Medieval все гораздо прозаичнее, все проще, просто периодически рано на игрушку тебе подсовывает возможность принять в общину новых членов, ты, конечно же, можешь тоже отказаться, но этот процесс никак и не регулируется, нет действий возможности, повылияет на этот процесс никак, в отличие от Noble Fates, и в этом плане, конечно, Going Medieval проигрывает именно по части возможностей, но стоит зато гораздо ближе к классическому RimWorld. Такой же принцип переговоров, кстати говоря, задействован в Noble Fates и при просто формировании дипломатии с соседними фракциями, то есть те же люди, с которыми ты хочешь дружить, и которые к тебе приходят, ты разговариваешь на приятные им темы, на повышающие отношения, но хочешь, наоборот, воевать, то просто им рассказываешь, какие они плохие, что вот они яблоки не любят, а ты любишь, что они любят курицу, а ты не любишь, и тому подобное. Ну, собственно, на самом деле, на принципе вот этих самых противопоставлений и заключается вся местная система взаимоотношений, и она затрагивает еще и взаимоотношения внутри отряда, сейчас мы это тоже рассмотрим, и таким образом, в принципе, на самом деле, Noble Fates каких-то прям особенно прорывных элементов нам именно по части дипломатии не дает, но, по крайней мере, позволяет реализовать хоть какую-то систему. Что касается Going Medieval, то там все еще проще, там на данный момент эта система только была введена, еще многих элементов и нет, и работает она просто по принципу, что кто-то тебя любит, кто-то не любит, ты можешь с какими-то торговать, с какими-то не можешь, какие-то на тебя набеги делают, какие-то нет, в общем-то, вот оно и все, что можно здесь увидеть. Хотя глобальная карта есть и в той, и в другой игре, и, в принципе, можно посмотреть на своих соседей и там, и тут. Теперь как раз оба взаимоотношениях. В Noble Fates, как уже сказал, работает довольно странная система любит и любит, которая распространяется на всю твою общину. Один персонаж любит другого и не любит третьего. Другой персонаж любит картошку, не любит яблоки. И, соответственно, готов есть только картошку. Третий любит кожаную одежду, не любит металлическую. И, соответственно, готов носить только кожаную. А если напялишь не металлическую, то он будет недоволен. И таких элементов много. Это и личные взаимоотношения, когда одни персонажи ненавидят других, либо, наоборот, обожают. Когда всякие очень странные требования наслаиваются друг на друга. И в итоге, на самом деле, симулятор общины превращается в какой-то цирк, детский сад, где тебе нужно бегать за каждым, каждому персонально выдавать нужные вещи и вообще следить за их состоянием. Это, на мой взгляд, слишком рутинно, слишком нужно здесь микроменеджмента много применять. И поэтому, мне кажется, что в Going to Medieval гораздо более, на мой взгляд, сейчас правильная система. Она еще не доработана, но она идет по правильному пути. То есть, есть здесь свои личные характеристики у персонажа, есть у них какие-то определенные предпочтения, но они практически не влияют на их жизнь, потому что они прекрасно понимают, что живут они в рамках общины. И нужно следить не только за своими желаниями, но и за желаниями общества в целом. Ну, по делу, что я сейчас, конечно, утрирую, ничего они там не хотят, это просто кусок кода, но именно это так выглядит. И, может быть, конечно, еще в будущем разработчики ведут именно что особенное влияние личных черт, они сейчас, эти самые черты, есть, но плохо проработаны. Но я надеюсь, что это не превратится в такой-то цирк, как именно в Noble Fate сделано. То есть, если ты любишь, как это сейчас модно говорить, diversity, то тебе нужно в Noble Fate зайти. Если ты любишь более такую скромную реалистичность, то Going to Medieval. Зато в Going to Medieval есть гораздо больше простора для внешних факторов. То есть, это холод и жар, которые серьезно влияют на твоих поселенцев. То есть, они могут получить тепловой удар, они могут начать замерзать, если у них даже в том числе не будет нормальных условий для сна. А в Noble Fate это все упрощено, и по факту у тебя круглый год одна и та же ситуация, и тебе даже не нужно следить за тем, чтобы твои персонажи имели другую экипировку, и так сойдет. Да, кстати говоря, о смене экипировки. В Noble Fate работает довольно интересная система распределения вещей. Она ручная и требует от тебя определенных действий, но сделана она довольно эффективно именно в части такого-то распределения. Плюс там есть опленные бонусы, завязанные на эту систему, на правильное распределение, опять же, по принципу любят-не любят, но не только нее. И это делает, в принципе, возможность вручную экипировать твоих персонажей вполне себе нормальной идеей. Экипировать вручную в Gong Medieval вообще нереально, потому что это крайне сложно. Мало того, что не очень удобно, в принципе, им приказать что-то подобрать из какого-то шкафа. Как только эти шкафы появились, это вообще стало отдельной историей. Так еще и, в принципе, на самом деле, вручную сидеть, каждого экипировать не очень удобно. Но в Gong Medieval есть более удобная система автоматического распределения, то есть ты можешь просто задать, кто что должен носить из каких-то общих критериев, и таким образом дальше не париться от счет того, что у тебя персонажи будут бегать без меча там или без шапки. Хотя тоже дают свои грехи данной системе. Например, когда ты ставишь им просто одежду носить, то они не будут распределять ее по принципу зима или лето и могут в зимней броне бегать согласно летом, а летом не надевать теплую одежду. Это, на мой взгляд, недоработка, но, в принципе, это такая-то вещь, которую можно подправить. Что еще можно отметить? Раздача приказов. В Gong Medieval у нас работает стандартная, известная нам по тому же Rimworldу система, когда ты в специальной табличке создаешь приоритет действий, и по этому приоритету твои работники и определяют. Есть у них какие-то задачи текущие, которые относятся к их непосредственным обязанностям, они идут их делать. Не задачи, они уже идут, смотрят, какие делать следующие. Это тебе позволяет настроить довольно гибкую схему, при которой все будет более-менее нормально работать. В Noble Fates, в принципе, что-то подобное тоже присутствует, но эта система работает не так эффективно, и зачастую тебе проще поставить автоматическое распределение, то есть полный автомат, когда сами твои жители решают, чем заниматься. Это позволяет хоть как-то оптимизировать их действия, но все равно дает огрехи, и, на мой взгляд, в плане того, как ведет себя искусственный интеллект, в плане задач, все-таки, Noble Fates заметно остается от Gong Medieval при любом раскладе. Зато в Noble Fates можно строить поверх уже существующих построек, точнее, их улучшать. Допустим, стоит у тебя деревянная стена, ты хочешь построить каменную, но ты просто протягиваешь каменную стену сквозь деревянную, и твои сотрудники, твои работники просто в дальнейшем сначала разбирают деревянную по блоку, и потом сразу заменяют его блоками каменными. В Gong Medieval, к сожалению, так сделать нельзя, и нужно сначала вручную сносить деревянную, потом строить каменную. Это не так удобно, и я ругался по этому принципу на Gong Medieval, что вроде как маленькая вещь, а так вот она мешает удобному строительству. Но, тем не менее, вот это также реализовано в обоих играх по-разному. Ну и, наконец, еще один не очень крупный элемент, но тоже важный. Он заключается в том, что у нас Noble Fates это игрушка частично фэнтезийная, и здесь у нас противники зачастую появляются не с край карты, а прямо чуть ли у тебя не на базе, то есть это всякие демоны, которые из порталов выходят. В то время как Gong Medieval это более серьезная, аристичная игрушка. Здесь у нас, пускай, и альтернативно, но все же о Средневековье, и противники приходят чисто из-за края карты, как у нас было в Римворлде. Правда, они могут с собой притащить Трибуше, и попробовать ее обстрелять, но это уже отдельная история. Ну и совсем уж последний элемент, о котором я чуть не забыл, это само собой графика. В целом она и в той, и в другой игре такая вот примитивная, упрощенная, то есть это 3D, но 3D с простенькими модельками, с отсутствием каких-то фотореалистичных текстур, но при этом, при всем, на мой личный взгляд, в Noble Fates эта графика, она доведена скорее до примитива мультипликационного, то есть графика нарочито мультяшная, в ней все еще более нарочито упрощено, персонажи это этакая картофелина с глазками, ну и в общем-то на самом деле Noble Fates игрушка, на мой взгляд, пытающаяся показывать, как что-то сделано для детей, хотя на самом деле это совершенно не детская игрушка, потому что здесь есть и насилие, и кровь, и это, понятное дело, все-таки не проект для каких-то там совсем малолеток. В Going to Medieval же графика более реалистичная, там и персонажи нормальные, пропорции и формы имеют, и окружающие тебя ландшаты, все-таки как-то более посерьезнее и противники, понятное дело, что лучше прорисованные животные и тому подобное. В общем, в этом плане и Going to Medieval все-таки смотрятся побрутальнее, пускай и на свой собственный минималистичный лад. В общем, как видите, на самом деле у каждой игры есть свои достоинства и недостатки, я не могу сказать, что вот одна игра определенно топчик, а другая наоборот дно. На мой взгляд, я бы взял бы и из той, и из другой игры разные элементы, и в итоге, совместив их, сделал общую такую-то игру моей мечты. Причем, на забазу, наверное, все-таки взял бы скорее Going to Medieval, он мне нравится больше, чем Noble Fates, но при этом, при всем, в Noble Fates тоже есть вещи, которые мне нравятся. Ну, а я на этом закругляюсь, всем спасибо за просмотр видео, не забывайте подписываться на канал и оставлять комментарии, и всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok